привет пришло время поговорить про новый флагман и samsung и первым я решил взять galaxy s 21 плюс забавная штука в том что многие блогеры и обзорные сайты его немного заигнорили с одной стороны это понятно хайпануть на нем сложнее ну типа ультра там с ним все понятно самый дорогой с новой камеры на миллиард мегапикселей и т.д. и т.п. обычная с 21 пластиковая спинка можно похитить и на этом тоже срубить свои просмотры комментарии и прочие реакции ну а этот ни туда ни сюда но это с точки зрения обзорщиков а вот с точки зрения простого пользователя вполне возможно именно с 21 будет самым оптимальным в новой линейке флагманов вы на канале земли в туда это мой обзор galaxy s 21 плюс приступаем для начала поговорим о цене вопроса в базовой официальной стоимости с 21 плюс памятью на 128 гигабайт восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто рублей это если без учета скидок и акций которые могут появляться и заканчиваться но как и всегда можно поискать более дешевые варианты в неофициальных магазинах по яндекс маркету в 20 числа февраля можно было найти его за 67 70 тысяч для тех кому интересно ссылки оставлю в описании и давайте смотреть что мы за эти деньги получаем в этом году samsung решили выделиться сделать не как у всех и перекроили дизайн своих новых флагманов самое заметное конечно оформление камеры про это уже много где сказано везде обсуждалось и теперь она по сути одно целое с рамкой как бы перетекает одно в другое и так же как и рамка сделана из металла не могу сказать что я прям в восторге от этого нового дизайна но в общем-то и плеваться тоже не хочется безоговорочно позитивных моментов тут два первое перепутать новый топовый samsung с какой-то другой модели теперь точно не получится и второе это нашлепка вокруг камер металлическая также как и рамка а сами камеры в нее немного утоплены то есть получается дополнительная защита от всяких неприятных случайностей кстати такой вот золотой оттенок у рамок и камеры только в сочетании с фиолетовой спинкой в черном и серебристой расцветках они окрашены в цвет корпуса когда в январе прошла презентации новых galaxy s21 и подтвердилась информация о том что у обычного с 21 будет пластиковая спинка какого-нибудь с 20 f и многие были возмущены на самом деле относиться к этому можно по-разному я про это уже не раз говорил но в случае с 21 плюс такой вопрос не стоит потому что тут все как положено флагману спинка из стекла рамка металлическая и причем спинка не просто и стекла она из-за матового стекла и вот это вот круто как по мне потому что во первых меньше собирает отпечатков и просто приличнее выглядит после того как ты поддерживал в руках во вторых не так сильно скользит что на столе что просто в руке не боишься его выронить ну и на ощупь тоже конечно матовое покрытие мне нравится больше чем глянец следующий момент экран в этой модели плоский без скругленных краев как раньше похоже samsung решили оставить эту фишку только для флагманских флагманов тех что с приставкой ультра а флагманы попроще теперь будут с классическими плоскими дисплеями впрочем не думаю что многие будут по этому поводу горевать в остальном отличие от прошлого поколения немного и избитый apc для зарядки с быстрым интерфейсом версии 3.2 тут все как надо правда разъем для наушников к сожалению нет как и в 20 серии сканер отпечатков встроен в экран тут тоже ничего не изменилось работает точно и быстро даже через заводскую пленку но общая проблема таких сканеров никуда не делась попасть четко на то место где находится сканер особенно не глядя получается не всегда что касается самого экрана то тут интересная ситуация в том смысле что мы привыкли что каждый год у нового поколения флагманов более продвинутый дисплей что в общем-то и логично экран с 21 плюс тоже стал в чем-то лучше чем у предшественников например чуть подняли максимальную яркость правда невооруженным взглядом это вряд ли кто-то заметит а вот то что уменьшилось разрешение на самом деле тоже увидит не каждый если говорить про меня то на смартфонных диагоналях мне вполне хватает и full hd но наверняка найдутся и те кто скажет что флагман без разрешения хотя бы 1440p уже и не совсем флагман и возможно в чем-то будут правы зато со всем остальным полный порядок яркости за глаза углы отличные цвета как всегда у samsung это если что комплимент современных амолед с этим все отлично есть поддержка hdr 10 плюс и конечно же частоты 120 герц ее тоже допилили по сравнению с предыдущим поколением и сделали адаптивной это значит что смартфон сам решает когда включать 120 герц когда 60 когда и того меньше всего в зависимости от того что сейчас происходит на экране но при этом в играх режим на 120 fps все равно не доступен по крайней мере world of tanks blitz хотя возможно это особенность именно версии на на процессоре экзенос который продаются в россии потому что был у меня на обзоре планшет тапа 7 плюс тоже самсунговский но на snapdragon 865 и там в танках спокойно можно было включить 120 fps полный сон на месте можно выводить на выключенный экран часы и уведомления ставить свои картинки и так далее учитывая что индикатора уведомлений в 21 plus нет штука незаменимая а вот чего нет так это функция 10 димминг сокращающий мерцание лет и матриц те кто к этому эффекту чувствителен имейте ввиду защищен дисплей новым стеклом gorilla glass victus а поверх завода наклеена защитная пленка кстати отличного качества с хорошая леофобка и почти незаметная и вообще это чуть ли не первый раз когда мне не захотелось оторвать пленку в первый же день но как ни крутя в плане экранов отличие от предыдущего поколения если не считать уменьшенного разрешения в принципе почти нет а вот внутри есть и я имею ввиду сейчас новый чип exynos 2100 который а самсунг представили максимально просто пафосно и в этот момент даже многие стали подозревать что возможно у корейцев этом году получилось догнать процессор и snapdragon но как стало чуть позже не получилось но позитив все-таки тоже есть в этом году разрыв между exynos и snapdragon намного меньше чем было в прошлом по факту 2100 очень мощный чип естественно справляется с любыми задачами играми быстро отрисовывать интерфейс и так далее каких-то лагов или чего-то подобного я не заметил ни разу но троттлинг под долгими нагрузками никуда не делся если верить бенчмарку то критическим моментом стало примерно 20 минута так что те кто играет на смартфонах по 30 40 минут подряд или дольше возможно что-то и заметят но тут надо помнить что многое еще зависит и от самого смартфона и его системы охлаждения так что например в том же с 21 ультра новый exynos может вести себя совсем по-другому если получится достать ультра то будет интересный момент сравнить оперативной памяти строго 8 гигабайт по крайней мере для россии а встроены может быть либо 128 либо 256 и на этот момент надо обратить внимание потому что карты памяти не поддерживаются так что лучше сразу определиться нужно ли дополнительное место динамики как и в прошлом поколении собственно работают в стерео режиме а второй канал за счет разговорного динамика и в общем то для флагманов это сейчас уже можно сказать стандартная фича но в любом случае смотреть фильмы youtube там смотреть даже музыку слушать если вдруг зачем-то надо слушать музыку через за внешние динамики все это делать приятнее чем с обычным моно динамиком да и в целом все хорошо здесь со звуком что в плане громкости что в плане качества по меркам смартфонов разумеется но в наушниках я честно говоря особой разницы не различаю между разными смартфонами тем более что в основном пользуюсь беспроводными наушниками то опять же эта разница немножко размывается ну и автономность за нее отвечает батарея на 4800 миллиампер час что сказать у меня вопросов к ней не было с адаптивным режимом экрана мне хватало примерно на полтора дня если без подзарядок или где-то 8 часов активности экрана от комплектного адаптера питания так стоп нет здесь комплектного адаптера питания добро пожаловать в новую реальность если кто-то пропустил но вообще поддерживается 25 ватная быстрая зарядка я такого зарядника он за 30 минут зарядился на 49 процентов естественно на месте беспроводная зарядка и как бонус обратная беспроводная зарядка то есть можно подзарядить какие-то другие гаджеты от своего смартфона по поводу софтовой части с одной стороны есть о чем поговорить конечно же здесь стоит android 11 со свежей версией а самсунговской оболочки ван юай 3.1 в другой стороны каких-то глобальных изменений в ней нет наверное даже сравнивает самым первым ван юай само собой здесь доступны фишки самого android 11 вроде допильных настройках разрешений для приложений или истории уведомлений но в целом если не вдаваться в детали то любому кто пользовался смартфонами samsung за последние года три все будет знакомо изменения в интерфейсе если и есть то чисто косметически разумеется остался режим samsung dex то есть можно подключить к смартфону монитор мышку и клавиатуру и интерфейс перейдет в настольный режим похожий на привычный windows а вот в плане камер да тоже ничего нового на самом деле точно такой же основной сенсор на 12 мегапикселей такой же ширик на 12 мегапикселей и такая же зум камера с матрицей на 64 мегапикселя и трехкратным гибридным зумом а сенсор глубины вообще убрали так что можно сказать что с 21 плюс даже немножко упростили если сравнивать с его прямым предшественником но лучше давайте посмотрим как все дела на практике приложение камеры появилось несколько новых возможностей например интересная штука для записи видео режим режиссером если его включить то смартфон покажет несколько превью в которых будет видно как будет выглядеть кадр через каждую из камер то есть можно сразу оценить и переключиться на нужную что касается собственно качество снимков при хорошем освещении особо ничего не меняется уже несколько лет так что все как и в прошлом году четко детально с хорошим динамическим диапазоном и довольно честными цветами портретным фото претензий тоже нет похоже отсутствие сенсора глубины не особо помешало границы определяются четко ошибки конечно встречаются но очень редко это будет что-то такое что будет заметно например день в соцсетях причем даже портрет на фронталку где камера вообще одна тоже очень даже приличный при плохом освещении смартфон научился сам врубать ночной режим хотя осталось и возможность включить его вручную итоговое качество не сказать чтобы далеко ушло от предыдущего поколения а снимки например на ноут 20 ультра мне кажется даже чуть лучше хотя напрямую пока их не сравнивал но все равно по меркам смартфонов хорошо в общем смотрите примеры оригиналы доступны по ссылке в описании и теперь показываю как с 21 плюс записывает видео первый пример 4к 30fps такой более-менее стандартный режим наверно для флагманов нынешних стою на месте стараюсь пока не шире лица прямо сейчас немного движения посмотрим как работает стабилизация таком вот состоянии давайте пройдусь посмотрим таком варианте стабов так ну и скорость автофокуса и можно переходить к 4к 60fps переключаемся переключился на 4к 60fps уже же посерьезнее тут будет конечно интереснее интересно посмотреть на результат основа с места немного поверчусь поглядим в принципе по предыдущему поколению уже все нормально было со стабилизацией даже в таком режиме но посмотрим что у нас сейчас будет сейчас уже как видите еду довольно быстрым шагом стабили фокус шустро тут никаких вопросов коммуникации с 21 плюс все так как должно быть у флагмана 21 года nfc bluetooth пятого поколения вайфай 6 и вот это вот все разве что не завезли fm-радио чего кому-то может и не хватить точнее завезли но только в моделях на snapdragon такая вот дискриминация поддерживаются две симки по качеству голоса устойчивости связи gps я разницы с большинством современных смартов в пределах города не заметил поддержка 5g на месте но проверить ее я никак не могу потому что 5g у нас пока что нет по крайней мере в каком-то широком доступе наверное вы и сами заметили что из 21 плюс он во всем такой середнячок ну собственно как и предполагает его положение в этой вот линейке всех флагманов 21 и именно это и делает его интересным он не особо отстает от galaxy s21 ultra ну разве что в плане камеры дает а там разница будет заметно только при зуме при приближении и может быть еще ночью вот надо проверять а вот что касается дневных снимков то даже флагманы 3-4 летней давности не особо отстают от современных и я про это недавно делал видос если интересно то заходите поглядеть оставлю здесь сверху подсказку ну и ссылочку в описании пихну тоже и при всем при этом стоит он подешевле чем ультра конечно есть еще с 21 обычный который еще дешевле но там как уже говорил и есть пластиковая спинка которая не всем понравится аккумулятор меньше да и собственно экран тоже меньше что тоже не всем подойдет вот получается что 21 плюс это ну что-то вроде золотой середины и наверное всей 21 серии флагманов я бы посоветовал для покупки именно его ну конечно если вообще на вопрос цены для вас имеет значение если нет то конечно с 21 ультра зачем отказываться от большего если есть такая возможность ну и разумеется если у вас есть один из смартфонов 20 линейки но имеется ввиду с 20 то конечно не имеет никакого смысла переходить на с 21 неважно какой потому что ну нет в них ничего такого чтобы как-то сильно прям выделяла на фоне прошлого поколения ну а если более ранее там 10 9 там 8 то конечно уже вполне можно и обновиться если есть возможность и желание пишите что думаете вы если уже пользуется кто-то таким девайсом то делитесь своими впечатлениями будет интересно сравнить и я думаю другим пользователям будет интересно почитать но если обзор понравился то ваши лайки и подписка всегда очень кстати у меня на сегодня все увидимся